Не стал бы квалифицировать вот эти события, словом, не те же, в прямом смысле этого слова. Почему восстание декабристов не закончилось удачей? Они не сделали главное. Вот у нас, в отличие от испанноязычных и латиноамериканских стран, в той же Турции, все-таки не укоренились традиции участия армии в политике. То, что сделал Лукашенко, это, конечно, большая вещь. Ему, на самом деле, огромная благодарность, что вот эти события завершились относительно беспровно и завершились так быстро. Потому что, как развивались бы события в дальнейшем, трудно себе даже предположить. Евгений Юрьевич, приветствую вас. Добрый день, фразы. Евгений Юрьевич, в связи с этими лихими выходными, которые прошли, и все мы были свидетелями, какие исторические параллели вам приходят на ум? Ну, вот сейчас часто очень употребляют такие слова, как «смута», «опричнина». Ну, вы знаете, любые исторические параллели, они всегда будут носить такой условный характер. Потому что понятно, что история развивается по спирали, что на разных исторических этапах всегда проявляются какие-то характерные черты тех или иных событий, социальных, политических и иных движений. Поэтому при желании можно, конечно, увидеть эти параллели. Вот меня тут и в субботу, и в воскресенье постоянно наводили на мысль, что вот эти события чем-то напоминают Корниловский мятеж. Вы знаете, я бы не согласился, хотя я рассказывал про Корниловский мятеж даже не столько в связи с событиями ЧВК «Вагнер», сколько в связи с тем, что Путин упомянул 1917 год. Потому что там был чистой воды верхушечный переворот, в котором, кстати, принимала активное участие армия. Я напомню, что ключевую роль СССР, СССР, высший армейский генералитет, значит, здесь прямой параллели уже нельзя проводить. То же самое касается, например, Корниловского мятежа, какой-то там частной армии. А Корнилов был главковерхом русской армии. И потом этот мятеж-то, он, значит, стал таковым по чистой случайности. Просто многие не знают, что вот 3-го корпуса генерала Крымова, он был согласован с Керенским, что введение военного положения в Петрограде – это было решение, принятое совместно, Керенским и Корниловым. А вот дальше события пошли по иному сценарию. И вот здесь сразу всплывают две фигуры, сейчас уже давно подзабытые. С одной стороны, это Борис Викторович Ставенков, который играл тогда не последнюю роль в военном министерстве. А я напомню, что Керенский был не только главой правительства, но и военным министром. А с другой стороны, такой персонаж, как Владимир Николаевич Львов. Его вообще мало кто знает. Это последний опер-прокурор Святейшего Синода. Вот он выступал в роли Челнока между Керенским и Корниловым. И вот что он говорил им приличной встречке, до сих пор остается большой тайной. Почему? Потому что мемуары относительно его роли оставил Керенский и Савченко. Ну понятно, что они описывали эти события со своей колокольни. Вот. Они могли там те же слова и ту же позицию Корнилова извратить до нельзя. Вот. Насколько он сыграл провокационную роль с тем, чтобы построить, поссорить, его проверка с главой правительства. С тем, чтобы вот согласованный вариант ведения военного положения не было реализован. Это большой вопрос. И потом, значит, когда корпус Крыма обвинулся уже к Петрограду, то Керенский неожиданно собирает правительство. Происходит так называемый правительственный кризис. Правительство подает в отставку. И Керенский неожиданно объявляет Корнилов к мятежникам. В ответ на это Корнилов обвиняет Керенску к мятежникам. Ну и понеслось в Петрограду. А это искрытство Европы. Конечно, сыграли прежде всего социалистические партии. В данном случае СССР и меньшевики, как Керенск, поскольку эти две политические партии были представлены в его коалиционном правительстве. А с другой стороны, здесь большую роль сыграли и большевики. Почему, собственно говоря, потом был снят запрет на деятельность этой партии, который был наложен после июльских событий, когда партия была объявлена в незакон и так далее, и так далее. Тогда возникла даже возможность формирования однородного соцправительства на предыдущих начало. Почему Ленин писал свою знаменитую работу о компромиссах, где он предлагал меньшевикам и эсерам создать однородный социалистический проект, даже без участия большевиков, и начать реализацию социалистических преобразований, преуспомнили, чтобы решить право критиковать правительство, ну и так далее. Но буквально на следующий день формируется и последний состав коалиционного правительства. Вернее, сначала формировалась директория, а потом уже на базе этой директории третий, последний состав коалиционного правительства, который просуществовал в него полтора месяца. Так что вот такие по-моему. То есть аналогии с 1917 годом не совсем верны, но, видите, все стали сравнивать, послушав речь Путина, правильно, и начали искать там. Ну да. Да, а если взять историю немножко более раннюю? Ну вот я еще раз повторюсь, почему-то вот очень часто сейчас слышишь вот такие слова, как смута. Ну, если по сути, то да, это как какого-то рода смута, конечно, то, что произошло. Но можно ли сравнивать с той смутой, которая была, ну и по масштабу действий разно, и по последствиям, которые в данном случае, в общем-то, избежали? Нет, нет, вы знаете, тут вообще никаких параллелей со смутным временем, начала 17 века, на мой взгляд, нет. И потом, вы поймите одну ключевую вещь, которую у нас забывают. Понятно, что есть знаменитые стихотворные строки, в переводе Мошака, «Простая истина» называется, да? И те, что может кончиться иначе, в противном случае его зовут иначе. Но вот если вы посмотрите на историю всех этих военных мятежей, то одним из важных элементов победы мятежников является физическая ликвидация первого лица. То есть вообще глупость начинать мятеж, если вы не ликвидировали первое лицо, либо, по крайней мере, не взяли его, то есть не держите его под контролем. Потому что всегда есть угроза, что выход первого лица, в данном случае на телевидение, на радио и так далее, и так далее, ну, в какое-то общественное пространство, он сразу расставляет точки над «и». Он сразу дает сигнал всем силовым структурам, всем государственным структурам, местным органам власти, руководителям местных органов власти, что легитимный, глава государства, жив, здоров, дееспособен. Да, и готов действовать, понимаете? Поэтому я бы на самом деле, пусть простят меня наши штатные пропагандисты, не стал бы квалифицировать вот эти события, слово «мятеж», в прямом смысле этого слова. Потому что все-таки мятеж поднимает вооруженные силы, вооруженные силы государства, то есть армия, официальная армия. И не обязательно, что во главе этого мятежа будут стоять руководители армии. Там могут быть, например, офицеры среднего звена. Но вспоминайте о событии в Египте, когда подполковники и полковники египетской армии во главе с Абдель Нассером пришли к власти. Или вспоминайте, например, события Саурской революции в Афганистане в 78-м году. Аналогичная картина. Ну и так далее, и так далее. Но там, смотрите, там сразу произошло, по сути дела, свержение законной легитимной власти. А здесь-то этого не произошло. Поэтому он изначально, этот мятеж, слово «мятеж» я беру в кавычки, был обречен на провал. Ну тогда это что-то из истории такое, что тоже, в общем-то, бывало и достаточно часто. Такой, знаете, поход к царю. Мол, царь-то хороший, бояре плохие. Наверное, здесь какие-то аналогии более уместны? Ну да, да, да. Царские милости в боярское решето селятся. В данном случае, да, здесь вот эти аналогии напрашиваются куда как более. И в связи с этим вспоминаются события уже соляного бунта, условно говоря. Когда были задеты интересы не только простых людей, но и правящего сословия. И вы обратите внимание, что в Сергея Восставших были не только простые горожане, там, посадский люд или ремесленный люд, но и стрельцеви, и служилые люди по отечеству. То есть представители дворянских корпораций, понимаете? Но это в чистом виде были разборки внутри правящего класса, потому что отстраненная незадолго до этого группировка бояр, она решила поквитаться с своими противниками. Я, в частности, имею в виду Бориса Ивановича Морозова, это дядьку царя, затем и его команду, того же Назария Чистова, того же Петра Ханиотова, ну и других членов правительства, которые провели, прямо скажем, очень удачные реформы. И именно вот эти реформы в либеральном духе, которые сказались на интересах всех сословий русского государства, они и подстегнули этот мятеж. А им воспользовались политические враги этой партии боярина Морозова. И опять пришли к власти. Это была та самая группировка, которая находилась у власти в период позднего Михаила Федоровича Романова. Ведь я просто напомню, что за год до смерти Михаила Федоровича был проект «Женить бы его старшей дочери Ирины» на датском принце в Альдемаре. Потому что на сапоге 1613 года избирали не династию, не романовскую династию, как это будут потом представлять, избирали Мишу Романова. И сами Романовы, как правящие династии, еще не утвердились. И с тем, чтобы платы передать власть, вот было решено пригласить иностранного принца, принца крови, но они не договорились по вопросу о Вере. Вот. В Альдемара здесь годик попиновали, подержали, обратно не отпускали. И в результате, когда Михаил Федорович скончался, то к власти приходит его старший сын, Лешенька, Алексей Михайлович. А ему лет-то было сколько всего? 16. Столько, сколько его папе из 1613 года. Совершенно не оперившийся цыпленок, понимаете, который ничего не понимал и еще не соображал. Был абсолютно манипулирован в ближайшем окружении прежде всего тем самым Борисом Ивановичем Морозовым, который, собственно говоря, и возглавил первое правительство и его царствование. Ну, а дальше вот все, о чем я уже вам рассказал. Так что вот таким образом. А можно ли вспомнить случай, когда что-то подобное заканчивалось собственно без крови? Потому что почти все, о чем вы рассказали, да и и другие многочисленные истории, которые можно также сюда вспомнить, так или иначе заканчивались кровью. Где-то больше, где-то меньше. Ну, если смотреть на исторические события, вот связанные с попытками захватить власть, понятно, что без крови не обходилось нигде и никогда. Другое дело масштаб кровопролития. Послушайте, ведь события той же февральской революции, то есть перехвата власти, они же были бескровными. Это потом уже понесется. Понимаете? То же самое возьмите, например, дворцовый переворот. В ходе этих дворцовых переворотов ну, прямо скажем, немногие лишались жизни. Ну, вот во времена Екатерины Второй, ну, ее супруга Маненько придушили там, или Павел Первый, то же самое, дали ему табакеркой по голове и тоже придушили. Больше-то, собственно говоря, никто не пострадал. Вот. Хотя были и другие примеры, когда страдали и другие люди и платили кровью. То есть я хочу вам сказать, что вот это представление или ходячий миф, штамп, что все дворцовые перевороты или мятежи заканчиваются большой кровью, это на самом деле не так. Из таких кровавых примеров, ну, здесь можно привести, восстание декабристов. Сейчас его представляют как такой же неудавшийся в данном случае дворцовый переворот, но по форме он напоминал действительно дворцовый переворот, поскольку в событиях Сенатской площади была задействована гвардия, то есть элита русской армии, но по содержанию это, конечно, никакой не дворцовый переворот. Слушайте, представители дворцового переворота никогда не будут составлять программные документы в виде конституции Никиты Муравьева, русской правды Павла Пестеля и т.д. И вот обратите внимание, почему восстание декабристов не закончилось удачей. Они не сделали главной, они не традиционировали Николая Первого, ну, будущего Николая Первого, Николая Павловича. Если бы им удалось либо его ликвидировать, как планировалось первоначально, либо хотя бы его изолировать, то я вас уверяю, что декабристы одержали бы верх. Как бы развивались дальше события, трудно сказать. Но вот их неспособность или поязнь, или нежелание изолировать или ликвидировать Николая Первого сыграли с ними в вышлуб. Так что вот вам, пожалуйста, конкретный исторический пример неудавшегося мятежа, а это в данном случае был действительно военный мятеж в чистом виде, который завершился провалом. И потом знаете, что надо иметь в виду? Вот у нас в отличие от испаноязычных и латиноамериканских стран, в той же Турции все-таки не укоренились традиции участия армии в политике. То есть если у нас армия участвовала в большой политике, то это лишь в форме дворцовых переворотов 250-летней давности. На протяжении 19-го и 30-го веков армию пытались тянуть в политику, но активного участия она никогда не принимала. То есть какие-то отдельные персонажи принимали участие, тот же высший генералитет событий в февраля марта 1917-го года, но в чистом виде армии, то есть как боевые соединения, бригады, батальоны, полки, дивизии и так далее, так далее, такого нет. Так что меня вообще на самом деле сильно удивило, вот вроде пригожен не глупый человек, на что он рассчитывал, когда пустился в эту авантюру, поскольку он не решил несколько ключевых задач для успешной реализации своего замысла. Хотя вот я вам хочу сказать, вот эта шапка за геннайство, которая сейчас происходит, это тоже не очень понятно, ведь события, связанные с выступлением Привожина, а не тревожный звонок, тревожный звоночек, в том числе и для нашей вертикали власти. Смотрите, пока Путин не высказался, все набрали в рот воды и молчали, и ждали реакции Кремля. А что скажет княгиня Марья Алексеевна? Ну, простите, вот это уже точно в российской традиции. Ну, это да, это, к сожалению, да. Но я хочу сказать, что это в российской традиции последних трехсот лет, когда устанавливался режим абсолютной монархии во времена Петра и так далее, когда все-таки в России были подлинные институты народовласти, я имею ввиду земские сапоры, а до этого вечевые исходы русский народ не молчал. Вот эта знаменитая пушкинская фраза о вечной молчаливости русского народа, ну, она не совсем исторически достоверна, потому что были реальные институты контроля над верховной властью со стороны общества. Я уже об этом говорил, и хочу еще раз напомнить, что мы единственная цивилизация на планете, я имею ввиду русские, украинцы, белорусы, которые сохранили традиции территориальной поземельной общины, идущей с наших глубин, с наших корней, с далекой до государственной эпохи. С возникновением государства у всех народов территориальная община погибает, она не выдерживает конкуренции с государством, а у нас эта община сохранилась вот это уникальный случай в нашей истории, причем самое интересное, что эта община ни при каких условиях никогда не признавала института частной собственности, и на базе территориальной общины у нас выстраивалась вся система государственного управления, у нас вечевые структуры строились на принципах территориальной общины, неважно, сельской или городской, отсюда вечевые структуры во всех населенных пунктах, включая все крупные города и столицы отдельных властей княжек, и Нуков, и Псков, и Витебск, и Полоцк, и Киев, и Владимир Навалынь, и Галич, и Муром, и так далее, и так далее, причем эти вечевые традиции сохранялись вплоть до конца 14 века, в Москве по крайней мере, последний Тысяцкий Василий Васильевич Велиминов, он был избран на свой пост вечевым сходом, более того, при Иване Грозном был последний вечевой приговор, при Иване Грозном, а потом на смену вот этим вечевым структурам приходит уже Земский Собор, и вот эти традиции народного самоуправления и гармонии земли и власти, они сохранялись у нас долгие годы, а вот с момента становления элементов абсолютистской монархии, бюрократического государства, которые начали реализовываться еще во времена Алексея Михайловича, а уже были доведены до совершенства Петром и Екатерины Второй, этот отрыв власти от народа, власти от общества в широком смысле, он окончательно произошел. Власть стала жить сама по себе, народ сам по себе, вот этот антагонизм, он только рос как на дрожжах, но и события семнадцатого года стали ярким доказательством невозможности преодолеть вот это противоречие внутри русского общества. Большевики это уновили, почему Ленин... У вас же не совершенно советская, власть Советов, то есть Совет собрался и решил, ну так, если по сути, да, от названия плясать. Конечно, конечно, почему у нас стали создавать государство, диктатуру и пролетариата на базе органов советской власти. Это вот как раз традиции той самой крестьянской поземельной общины. Решать все сообща, должностные лица избираются, переизбираются, выборность, единство исполнения, контроля и законотворчества, то есть нет вот этого фальшивого разделения властей, и так далее. Другое дело, что вот исторически сложилось, что в условиях враждебного окружения, в условиях форсированной индустриализации, коллективизации, потом войны и т.д. и т.п., надо было максимально концентрировать власть, управление, поэтому постепенно партия подменяла органы советской власти, становилась над ними, Сталин видел эту угрозу, поэтому после войны он дважды предпринимал попытку все-таки как-то сбалансировать партийную и советскую государственную власть. И в 46-м, и в 48-м, и в 52-м году. Но, к сожалению, в 47-м году протократия окончательно захватывает власть, и власть протократии только увеличивается. Ну а итог правления протократии, которая не желала уже делиться своей властью с подлинными органами народного самоуправления, с теми же советами, она привела к печальному итогу. избранию Горбачева на под... И смотрите, когда идеологи перестройки устроили так называемую революцию, а по сути дела ликвидацию нашего общественного строя, нашего государства, Яковлев же проболтался, прожженный партийный аппаратчик. Он сказал, что мы через партию, через тоталитарную партию, по сути дела, и будем разрушать партию внутри, а вместе с разрушением партии и само советское государство. Потому что совершенно очевидно, что коммунистическая партия была одним из толпов всего советского государства, наряду с армией и спецслужбами. И удар наносился одновременно по спецслужбам, по армии и по партии. То есть выбивали три главные опоза и основы. То есть советов, тех самых советов, идея которых собственно и привлекла большинство населения, наверное, тогдашней России, а их уже по сути дееспособных и не было. Да, они выродились. И на самом деле Ленин был абсолютно прав, когда говорил о том, что советы не выдумали большевики. Это было живое творчество в прямом смысле. Ведь когда он писал свою работу «Государство и революция», то там первоначально ведь речь шла, что после прихода пролетариата к власти мы будем строить отмирающие государства, государство коммуны и так далее, и так далее. И он задумывался над тем, а на базе чего строить это. И многие его коллеги по партии ему сказали, что советы это органы власти, органы самодеятельной власти, с помощью которых мы можем прийти к власти, но не строить государство, диктатуры, пролетариата. А Ленин, будучи нагово выше их по своим интеллектуальным способностям, по осмыслению событий и так далее, сказал, нет, именно на базе советов мы и будем не только брать власть, но и строить наше пролетарское государство. Вот у нас, кстати, забывают, говоря о событиях октября 2017 года, ведь как большевики пришли к власти? Они пришли к власти вполне себе легитимным путем. То, что штурмовали Зимни, это понятно. Главы правительства там не было, слово штурмовали, я беру в кавычки. Вот, они больше искали членов правительства, потому что Зимни был обесточен и они долго рыскали по его комнатам, искали, где же эти друзья-приятели заседают и нашли их в малой столовой или в белой столовой Николая Второго. Вот, арестовали там членов правительства и переправили, что называется, через него в Петропавловку. А легиметизация советской власти произошла на втором всероссийском съезде Совета, где принималось три декрета. У нас обычно говорят декрет о мире, декрет о земле, при этом забывают, что был первый декрет, декрет о власти, где было прямо сказано, что съезд заявляет о том, что вся полнота государственной власти переходит в руки всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов. Так что вот так вот. Не могу не напомнить, что ли, нашим зрителям то, что сейчас происходит в Беларуси. Создали Всебелорусское народное собрание. И, собственно, когда обсуждали, а каким оно должно быть, кто туда должен входить и так далее, в общем-то, вспоминали как раз все традиции вечевых сходов, то бишь там в полный срез общества в нем. Абсолютно правильно. Дело в том, что у нас ведь взяли на вооружение вот этот дурацкий буржуазный принцип разделения властей. И что у нас получается? У нас с одной стороны вроде бы судебная власть, с другой стороны исполнительная власть, с третьей стороны законодательная власть. И законодательно-представительная власть. Что собой представляет эта представительно-законодательная власть? Так называемые парламенты. Они могут быть однопалатными, двухпалатными, суть не в этом. Они представляют партийно-политический срез общества. Именно партийно-политический, а не срез вообще общества как такового. То есть произошла подмена понятий. То есть парламенты стали по сути дела игрушкой в руках политических партий, а значит и политических кукловодов. Но помимо политических партий и политических пристрастий и интересов существует огромное количество других интересов и других социальных групп в обществе. Понимаете? Масса людей, большинство, наверное, даже в наших государствах, которые вообще не состоят ни в каких партиях. И кто будет представлять их интересы? И где? Они политически индифферентны. Хотя понятно, что эта индифферентность носит условный характер. Но они, например, не видят ту политическую силу, которая могла бы отражать их интересы членами, которые они могли быть. А как вы хотите учитывать их интересы? Вот поэтому я считаю, что вот этот опыт Белоруссии, на который вы сейчас сослался, это первый шаг в нужном направлении. Это абсолютно правильная позиция. Более того, я считаю, что нам надо вернуть вообще основные принципы советской власти. Когда Ленин правильно говорил, что советы, что для нас возврат к парламентаризму был бы шагом назад. То есть возврат к этой буржуадной теории разделения властей, которую мы молили все последние там 30 с лишним лет со времен Горбачевской перестройки, нам это представляли как некий эталон демократии. А Ленин правильно говорил, что советы это работающая корпорация. Она законодательствует, она исполняет, она же и контролирует. Понимаете? И нету вот этой бюрократической проволочки. Поэтому здесь надо понимать, что если мы хотим стабильной, устойчивой власти, которая пользовалась бы доверием народа, то надо, конечно, задумываться над всем над этим и потихоньку перестраивать механизмы. То есть все вот это надо безусловно учитывать. В том числе и те события, которые произошли в эти выходные дни. С моей точки зрения, ну, например, когда Прикожин там крыл матом руководство Министерства обороны, может, он был прав, я не знаю, я же не владею информацией. Может, он хотел сверхмеры, а может, он правду говорил, а может, он врал, я не знаю, но он это все эмоционально высказывал, уже не первый месяц и т.д. и т.п. Но можно было это в самом начале каким-то образом погасить, условно говоря. И все это создавало нервозность, понимаете, в обществе, в том числе. Огромное количество вопросов, не у меня, я-то ладно, а у людей у простых возникает. И у многих и так в голове туман, и добавляется одно и другое, и третье, и пятое, и десятое. Поэтому многие вот прямо скажут, давайте не будем тоже себя обманывать. Заняли выжидательную позицию, хотя все очень боялись, что этим воспользуются наши враги. Они сами растерялись. Ну да, для них-то тоже неожиданностями кажется. Да, они сами растерялись, вот что делать. На ваш взгляд, появление в этой истории такой фигуры, как Александр Лукашенко, чем оно вызвано? Насколько я знаю, Лукашенко и Прикужина не знакомы давно, лет 20, может и больше. Я не знаю обстоятельства их знакомства, насколько у них близкие отношения. Слушайте, ну Лукашенко, он опытный дипломат, и он показал эффективность свою. Потом он не болтал. Это тоже важное обстоятельство. Я не знаю содержание этого разговора, но то, что сделал Лукашенко, это, конечно, большая вещь. Ему на самом деле огромная благодарность, что вот эти события завершились относительно бескровно и завершились так быстро. Потому что как развивались бы события в дальнейшем, трудно тебе даже предположить. С учетом того, что Прикужина, конечно бы, в Москву никто бы не пустил. Значит, в близком Подмосковье или там в Тульскую область начинает настоящие бублики. там пускает даже несколько тысяч вооруженных до зубов вагнеровцев, причем это же не солдаты-срочники, это бойцы закаленных в боях, имеющие колоссальный опыт ведения боев, в том числе в городских условиях и т.д. и т.п. То есть, я даже не могу себе представить, чем бы это закончилось. Но это чисто в виде, конечно, авантюры было. Я понимаю то, что у Пригожина. Видимо, мы так до конца и не понимаем, кто стоял за Пригожином. У меня большие сомнения, что он выступил как волк-одиночка. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Слушайте, не надо забывать, что на содержание вагнера тратились колоссальные деньги. Ну вот Путин привел цифру 86 миллиардов. Даже без этой информации от Путин совершенно очевидно, что десятки тысяч людей под ружьем. Их же надо снабжать. Откуда и танки, и артиллерии, и т.д. и т.п. Это же не их тяжелое вооружение. Они же это вооружение получили от Российской Федерации. Понимаете, одно дело профессионализм офицеров, их подготовка, их опыт, и т.д. и т.п. Но все техническое оснащение вооруженных отрядов вагнера было за счет Российской Федерации. Это колоссальные деньги. То же самое касается снарядов. Теперь обмундирование и всего такого прочего. Когда собирают деньги на все эти нужды, ну, понятно, что там несопоставимые цифры. Там, пускай, это же несколько сот миллионов рублей, которые соберут наши граждане, а счет идет на сотни миллиардов рублей. Даже с точки зрения, чтобы людей прокормить элементарно. Вот у меня дед воевал, когда на фронте, он в последний период из-за контузии Равнинина был кашкваром. И даже на боях на Дуплинском перевале в конце октября 2004 года получил свою вторую медаль за боевые заслуги. Знаете, за что? В приказе было написано за то, что под непрерывным минометным артиллерийским огнем в течение трех дней 28, 29, 30 октября доставлял передовые позиции своей роты горячее питание. То есть, кормил кайцов. В тылу варил кашу, условно говоря, а потом в этих термосах, как говорится, по-пластунски тащил эту кашу, потому что прекрасно понимали, если бы солдаты не поели, то какие из них бойцы? Вот так и здесь, понимаете? Поэтому вот эти претензии Пригожина мне тоже не очень понятны, потому что он же не из своего кармана. Дальше выплаты, боевые выплаты, они же тоже шли из государственного бюджета, за тем, там, за подбитую технику. Это же тоже шло все из государственного бюджета. Поэтому здесь вот эти претензии со стороны Пригожина мне как-то не очень понятны. Там, видимо, личный конфликт между Шой и Пригожиным. А у нас кровавых насбук. Насколько Шой и Герасимов эффективно управляют Министерством обороны и армии, я не знаю. Я не могу судить, я не профессионал. Понимаете, Евгений Ильич, мне кажется, как бы они не управляли, время, во-первых, рассудят, но даже в моменте есть кому оценивать, но с моей личной точки зрения, это не только моя, наверное, точка зрения, как бы что ни происходило, но в момент, когда идут боевые действия, подобные пикировки внутри, они не просто недопустимы, они вредны как минимум, и это мягко сказано. Это слава Богу, что противник, грубо говоря, не успел воспользоваться ситуацией. А если бы это чуть-чуть еще затянулось, не разрешилось в один день, вот мы сейчас даже спрогнозировать не можем, что бы могли сделать с той стороны. Да, вот сейчас все говорят, ох, как здорово, и слава Богу, что фронт не посыпался. Да, не посыпался, и слава Богу, и здесь, наверное, тоже есть заслуга и того же Герасимова, и того же Шойгу, они все-таки руководители. Евкурова. Евкурова. Да, ну, там много, я уверен, есть достойных людей, которых фамилии мы просто всех не перечислим. Но сам факт. И говорит, что вот там один есть герой, а все остальные, нет, они как бы так не очень, ну, так нельзя. Какие-то вещи он говорит, которые у сладок, и у шей простого обывателя, вы же поймите, он же не глупый очень человек. Но факт вот того, что он сделал в условиях, когда Россия ведет действительно войну не на жизнь, а на смерть, ну, это, да, абсолютно недопустимая вещь. Я с вами согласен на сто процентов. Вот мы когда, условно говоря, победили, или даже когда мы проиграли, вот когда точка поставлена, вот тогда еще там, условно говоря, есть. Нет, ну, тогда можно и разбираться. Когда действительно идут боевые действия, более того, когда все прекрасно знают, что уже третью неделю идет так называемый контрнаступ, и надо отметить, смотрите, во время контрнаступа ЧВК Вагнер находился в тыловых лагерях, оборону-то везде держали армейские корпуса, дивизии, полки. Так и сейчас держат. Вот прям мы разговариваем, а там все происходит. Да, нам-то говорили, что только ЧВК Вагнер, самая боеспособная структура и так далее, но спасибо большое бойцам Вагнера, что они в сложный период дали возможность подготовить наши вооруженные силы, дали возможность выстроить шалонированную оборону на наиболее опасных управлениях и т.д. и т.п. Но наши солдаты, офицеры показывают действительно свою стойкость, профессионализм, мастерство, поэтому сводить все только героической работе Вагнера оказалось, это туфта, извините. и так действительно ситуация сложная, но еще раз хочу сказать, что наши вооруженные силы закаляются в боях. Давайте вспомним события Великой Отечественной войны. В 41-42 году, как говорил Сталин, у нас было отчаянное положение, да, на первом этапе у нас тоже, знаете как, шапка закидательства была, неверно был составлен план, но то же самое касалось и начала той же Великой Отечественной войны. Планировали одно, по факту произошло другое. Учились на ходу, перестраивались на ходу, понимаете, и потом вот когда военкоры встречались с Путиным, там кто-то, по-моему, Саша Сладков, ну кто-то из них сейчас не помню, сказал, что вот надо все-таки опираться, в том числе и на эту военную элиту, которая показала свою преданность стране, профессионализм и т.д. и т.п. Я согласен с этим. Вы посмотрите, как во время войны продвигалась карьера наиболее талантливых, наиболее перспективных офицеров. А вот здесь вспоминал фамилию двух генералов армии Полошина и Третьяка. Это выдающиеся советские военачальники, которые возглавляли советские вооруженные силы в 70-х, 80-х годах. Они командирами полков были назначены в 21 год. Командирами полков, пацан 21-го года уже командовал полками, имел, по-моему, за войну получил 6 боевых орденов, другой 7 боевых орденов. Понимаете? Вот таких примеров было колоссальное количество. Вот я тут встречался недавно с дипломатом нашим, Баклановым, который возглавляет, по-моему, ассоциацию советско-африканской дружбы, российско-африканской, ну, поговорка про Фрейд. Он сын Глеба Бакланова, генерал-полковник, он закончил войну в звании генерал-майора. Он получил генерала-майора в 31 год. Вот я вам хочу сказать, что война, это, конечно, чистилище своеобразное, в том числе, чистилище и для кадров. А мы прекрасно знаем, что многие люди, прошедшие войну, они себя замечательно потом показали и, так сказать, в обычной гражданской мирной жизни. Опять-таки, на ум приходит фигура Дмитрия Тимофеевича Шепилова. И приносит к ним Шепилова, помните, да? Он же закончил войну генерал-майором. Потом перешел с армейской работы на партийно-политическую работу, возглавлял редакцию газеты «Правда», работал в аппарате ЦК Ужданова, ну, и так далее, и так далее. Потом стал секретарем ЦК, министром иностранных дел, то есть, понятно, да? Другое дело, что вот случилась такая незадача в 57-м году, он выступил вместе с Сталинской гвардией, с критикой Хрущева и попал как пор в учеб. Но, в принципе, вот вам, пожалуйста, опыт, да? Молодой, потенциальный, умный, образованный, грамотный человек, прошедший через горнило войны, начинавший в 41-м, ну, буквально на низовых, так сказать, командных должностях под Москвой, он вот войну закончил в Вене в звании генерал-майора и т.д. и т.п. И вот таких вот людей много, вот их надо сейчас искать и делать самую настоящую кадровую чистку, вычищать пятую колонну всех вот этих наследников Чубайса и Кайдара, потому что они битком забиты, они просто притаились. Вот я знаю просто свою сферу, свою сферу образования, не на уровне даже министерства, а на уровне областных управлений, городских управлений, т.д. и т.п. они киш-мя-кишат там. Люди, которые не собираются абсолютно восстанавливать нормальную систему образования и подготовки кадров в средней школе, в техниках и т.д. и т.д. Они просто притаились и ждут, ожидают. Но эту работу надо делать. Если мы эту работу быстро, эффективно не проведем, то ничего мы не изменим. Так что вот так вот. А белорусам, нашим замечательным братьям, и друзьям я в очередной раз хочу передать большой привет и огромную благодарность и за вашу поддержку, и за вашу мудрость, и за ваши человеческие качества. Мечтаю все-таки приехать в Белоруссию, Минск и в другие города вашей замечательной республики. Евгений Юрьевич, мысельно-материально, вы же помните, да? Да, да, да. Так что обязательно все получится. Спасибо вам за этот разговор, удачи вам. Спасибо вам, да, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин